ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всех приветствую! С вами Антон Пискорский и, значит, в эфире Newsbox на Russian Music Box. Мы подготовили для вас много интересного. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить свежую и актуальную порцию новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие эксперименты ставит над собой группа Jukebox Trio? Что подарили звездные гости Елене Князевой на ее день рождения? Кто из наших артистов стал завершающим десертом на концерте Басы в Москве? И за что любят грандиозную вечеринку Sensation? Самое интересное об этом не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Newsbox. Группа Jukebox Trio решила рискнуть и устроить концерт, мало того, что в среду, так еще и в сидячем зале. Для тех, кто не в курсе, ребята уже давно привыкли, что на их выступления зрители в буквальном смысле слова уходят в танцевальный отрыв. И происходит это в основном по выходным. В следующем сюжете мы расскажем о том, что потолкнуло бойцбенд на музыкальный эксперимент, а главное, как он в итоге прошел. Загрустил? На лирический концерт сходи. Да-да, группа Jukebox Trio сломала все стереотипы. Во-первых, под лирику совсем не обязательно плакать или вгонять себя в депрессию. Под нее нужно просто расслабиться и поднимать себе настроение. Второй сломанный стереотип – это сам репертуар бойцбенда. Бытует мнение, что под музыку этих ребят можно только зажигать и отрываться. На самом же деле у парней залежалось немало собственных лирических композиций. Вот и пришлось устроить столь мелодичный концерт в непривычном сидячем зале. И Jukebox в этом отношении, как ни на есть, всегда подходит. И захотелось вдруг проверить себя в другом, просто на другом поле поиграть, по другим правилам. И не знаю, вот сейчас как раз ее видим. Вы вместе с нами посмотрите и поймете, имеет ли смысл это делать. У нас был однажды концерт, там тоже сидячка, устроили, все сели такие вот. Закончилось все тем, что народ не выдержал и помчался просто сзади на фоне их. Танцевали спокойно, выбежали просто люди там. В этот раз выбегать на сцену никто не стал, но сказать, что музыкальный эксперимент не удался, язык просто не поворачивается. Слушатели приняли Jukebox трио и в таком амплуа. Они делают отличную музыку, но эта музыка не для всех, и с этим надо как-то смириться. Да, и те, кто любят, те любят, те, кто не любят, те не любят. Вот, а научить бесполезно хорошему. Мы приучим публику, они будут ходить и на эти концерты. А ведь тут и не поспоришь, да и к тому же импресарио группы в таких вопросах разбирается лучше всех. Так что теперь на концертах Jukebox трио наверняка будут присутствовать и лирические композиции. День рождения для артиста это не только праздник, но и в большинстве случаев работа. Собирая вечеринки в лучших клубах Москвы, наши любимые именинники выходят на сцену не только за цветами и податками, но и чтобы спеть и порадовать собравшихся. Вот и прекрасный Елена Князева в свой день исполнила для любимых коллег и друзей самые лучшие хитры. Именно так встречают свой день рождения почти все артисты. Вот и Елена Князева не стала отклоняться от правил. Собрав друзей и коллег под одной крышей, девушка закатила пир на весь мир на радость приглашенным. Много моих друзей, которых оказалось как-то даже больше, чем я думала. Вот, поэтому у нас сегодня клуб «Битком». Мне очень приятно, что сегодня столько много достойных людей в одном месте. Для меня это большая честь и большое удовольствие. Друзья просто завалили Лену поздравлениями и пожеланиями. Творческих успехов, развиваться и достигать своих поставленных целей и новых вершин каких-то. Такой же неиземной яркой красоты. Пусть она с каждым годом становится все ярче, прекраснее, расцветает, как цветок. И, конечно же, пусть она будет любима, потому что для каждой женщины это очень важно. Мы поздравляем Лену с днем рождения и желаем ей прежде всего оставаться такой же прекрасной и замечательной девушкой. Пусть все твои мечты обязательно разбудутся. Очень крутая и батаршная девчонка. Желаю ей счастья, чтобы у нее развивалась карьера музыкальная. Лена, пусть твой нитмин белка ведет тебя только вверх к большому количеству орехов. С днем рождения! И подарки для Лены творческие друзья приготовили тоже творческие. Коллеги по цеху как один в этот вечер дарили имениннице свои песни и хорошее настроение. Мы сегодня Лене решили подарить песню и свою любовь, потому что мы ее очень-очень любим. Она очень хороший человек. Я с песней. Песня называется «Теряю». Она была изначально выпущена на моем альбоме, потом мы сделали ремейк этой песни с Леной. И эта песня вошла уже в ее альбом. Благодарная Елена, честно выстояв весь праздник, уделила каждому внимание и всех радовала улыбкой. Мы присоединяемся ко всем теплым словам и самое главное, чтобы то, что сама себе именинница пожелала, обязательно исполнилось. Душевное спокойствие как-то, хотя я умею уже собираться в самые разные сложные моменты, но как-то душевное спокойствие, наверное. А вот Баста свои дни рождения праздновать не любит. Вместо этого сразу после праздника популярный рэп-исполнитель собирает огромные стадионы своих друзей и поклонников. О том, кто в этот раз выступил с музыкантом на его концерте в Олимпийском, узнаете в нашем следующем сюжете. Баста в Олимпийском. Спустя всего несколько дней после своего дня рождения, популярный рэп-исполнитель решил порадовать и своих поклонников. Кстати, при этом сам музыкант признался, что свои дни рождения обычно не празднует. Никак, доработал. Да, нет, я не люблю дни рождения. Без хорошего пуэра, пуэра, кстати, давай заварим драка, мы на всех бачек, туда-два-другу, где навыка, свежие драки, добрый альбом, скоро и в твоей вон на пути. Правда, чуть позже музыкант все же сказал, что этот концерт хоть и не совсем, но частично приурочен к его дню рождения. А вот подарки в этот день получал не только именинник. Специально для своих поклонников Баста привел на концерт весьма необычного гостя. На последнюю песню Олимпийский мишка будет петь Лев Лещенко. Это чудно, случайно. Попросили, обратились, он сказал, да, конечно. Совместное выступление артистов запомнится слушателям еще надолго. И если вдруг в следующий раз Баста не пригласит вас на день рождения, не расстраивайтесь. Ведь музыкант много работает и просто не любит отмечать такие праздники. Совсем скоро в Москве пройдет самая белая вечеринка Сенсейшн. Лучшие диджей электронной музыки соберутся под одной крышей, чтобы отжигать по полной. Помимо этого, гостей мероприятия ждет качественное современное техническое шоу и много-много сюрпризов. Как правильно одеваться на вечеринку Сенсейшн и почему на нее стоит пойти, специально для вас я узнавал лично. В начале июня впервые в Москве пройдет вечеринка Сенсейшн. В спорткомплекс Олимпийский хлынут люди в белом, чтобы, наблюдая за ярчайшим шоу, вдоволь натанцеваться под электронные биты. Мы поняли, что Сенсейшн дорос до такого уже уровня потолка, когда мы должны сделать следующий шаг. Следующий шаг – это Москва. Новый шаг – это всегда риск. Но организаторы уверены, что московский Сенсейшн точно хуже не будет. А станет ли он теперь московским праздником или будет иногда приезжать в гости, пока никто не уверен. Он не перекочевал, он приехал в гости. Чем дело закончится, неизвестно. Собственно, когда мы едем в гости, совершенно непонятно. Останемся мы и уедем утром обратно домой или вообще переедем, да? Поэтому непонятно, чем закончится Сенсейшн. Но самое главное, что сами гости будут очень классными. Это важно. Что будет после, узнаем позже, пока в Москве по полной готовятся к этому празднику. Совсем недавно даже устроили в модном московском клубе припати, где презентовали собравшимся готовящиеся шоу. Среди гостей было замечено много звезд шоу-бизнеса, которые, как оказалось, давно уже любят Сенсейшн. Конечно, люблю и, конечно же, бывало, но в этом году прям жду особенно. Хочу Сенсейшн в Москве. Уже не хочется ехать ни в какой Питер, хочется встретить у тебя на родине. Но, конечно, Сенсейшн – это сумасшедшее мероприятие. Скажи, вообще, бывал ли на вечеринках Сенсейшн раньше в Питере? Конечно, бывал, не один раз. Так за что же любят Сенсейшн? Почему такое количество людей, облачившись в белое, покупают билеты на эти шоу и на протяжении всего мероприятия танцуют и зажигают по полной? Ну, это мероприятие любят за масштабность. И, конечно, все любят на вечеринках, даже посмотрите, сегодня очень многие, да и вообще на любом ночном мероприятии, очень многие любят как раз одевать белое, потому что становишься самым ярким. И когда все люди в белом, это сразу же такой просто взрыв, такой гей все сразу становится. Ну, даже сама картина-то всегда производит впечатление. А есть культура, потому что есть культура, правильно, и есть такой ментальный позитив в этом бренде. И есть настолько уже в нем точная и понятная философия. И самое главное, есть ощущение, почему белое, потому что это чисто, это настоящее true и это позитив. Стоит обязательно на этом побывать, чтобы просто хотя бы прочувствовать реально вот эту энергию огромного количества людей, музыки. Ну и, конечно, визуально это абсолютно сумасшедшая картина, все в белом, все танцуют, очень круто. Звезды обманывать не станут, так что скорее бегите в кассу за билетами и готовьтесь зажигать всю ночь под музыку лучших диджеев мира. Девушки, а вам советуем прислушаться к совету бывалой посетительницы Сенсейшн Анастасии Задорожной. Мальчикам в этом плане проще, девчонкам под настроение. Хотела честно сказать, что в прошлом году я надела очень большие шпильки. И все кончилось тем, что мне принесли реально огромный таз со льдом. И я где-то в третьем часу ночи реально сидела, отмокала, даже, по-моему, выставила пост про то, как на Сенсейшн приходить на каблуках. Просто ноги у меня во льду. В общем, это было очень забавное зрелище. Так что, дорогие телезрители, скорее придумывайте белые луки, чтобы не пропустить самое масштабное танцевальное мероприятие электронной музыки. На что пришлось пойти актерам фильма «Азорий здесь тихий» во время съемок ремейка советского шедевра? В каком стиле Арсениум снимает свой новый клип? От кого зависят практически все российские звезды? И как на одной сцене могут переплестись цирки солей, элементы шоу «Пинг Флойд» и песни рок-исполнителей? Об этом завтра в 19.00. Не пропустите. На этом все. Мне остается только напомнить вам чаще заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Антон Писхорский. Оставайтесь на нашей чистоте. Редактор субтитров А.Семкин